Добрый день! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Завод по производству фосфорной кислоты появится в Мелюзовском районе Башкортостана. Инициатор проекта Башкирская фосфатная компания вложит в создание нового предприятия 1,9 млрд рублей. Специалисты корпорации развития республики уже подобрали подходящую площадку в 20 гектаров и подготовили необходимые документы. Завод запустят к концу 2025 года. Сырье для производства чистой и технической фосфорной кислоты планируют поставлять из Сирии и Казахстана. В перспективе линейка продукции, вероятно, расширится. Будет создано 150 рабочих мест, тем более там специалисты есть. Там, знаете, в Мелюзе было раньше свои фосфорные удобрения, фосфорного производства, но сейчас его нет. И будет создано 150 рабочих мест новых. Команда подобрана, технологи у меня разрабатывали завод, помогали и в Мелюзе фосфорное производство в свое время, и в Славянске, территорию, как в бывшей Донецкой республике, они этот завод тоже делали. То есть ребята-спецы и с Акроном работали, и с Фосагра. В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на строительство технологического комплекса. Администрация Мелюзовского района также окажет содействие в оформлении земельного участка. И в продолжение темы в Башкортостане будут выпускать биодобавки на основе натуральной переработанной продукции пчеловодства. Инвестор компания «Урал» получила под производство землю без торгов. Инвестиционный комитет включил проект в перечень приоритетных с предоставлением мер поддержки. Как сообщили в корпорации развития республики, специалисты подобрали земельный участок в Уфимском районе, проверили его на наличие обременения и точек подключения к инженерным сетям. Объем вложений в реализацию проекта инвестор оценивает в 614 миллионов рублей. Благодаря свойствам продукции пчеловодства биодобавки будут повышать сопротивляемость иммунной системы человека, отметили в компании. Ущерб дорогам от действий недропользователей в Салаватском районе превысил 1 миллиард рублей. Такую оценку дал заместитель начальника территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу в Башкортостане Тимур Махаметьянов. По его словам, асфальт разбивает большегрузы, которые возят известняк и щебень с превышением весовых нормативов. Речь идет о разработке Мурсалимовского карьера. Инертные материалы в виде песка и известняка используют для строительства и ремонта федеральных трасс М7 и М12. Ежесуточно там вывозят 8 тысяч тонн материалов. В Ространснадзоре отмечают, что самосвалы загружены под завязку, что и стало причиной полного разрушения 14,5 километров автодорог в Салаватском районе. Эксплуатирует месторождение компания «Шахтинский карьер», чьи водители игнорируют дороги со станциями весового контроля. После замечания Радия Хабирова на место выехали инспекторы Ространснадзора. Но их не хватает. Дополнительно привлекли профильных контролеров из Пермского края. Транспортные средства, как мы видим, едут с явными признаками перегруза. И специальные разрешения ни на одно из них не оформлены. Предварительный ущерб дорогам только по Славовскому району мы видим не менее 1 миллиарда рублей. В этой связи, Радий Фаритович, есть три предложения. Если вы не против, я бы хотел их озвучить. Давайте, Радий Фаритович. Первое, наверное, главное – это обращение к региону, Радий Фаритович, для борьбы с незаконной перевозкой инертных материалов. У нас есть в регионе специальная комиссия по недропользованию. Наверное, необходимо провести профильный анализ, соблюдение требований законодательства при добыче материалов именно по мурсалимкинскому карьеру. Радий Хабиров поручил с 13 мая установить посты весового контроля на выезде из мурсалимовского карьера, организовать дежурство бригад госавтоинспекции, при выявлении нарушений выписывать штрафы и проработать вопрос с эксплуататорами карьера по вопросу возмещения ущерба на восстановление дорог в Салаватском районе. В Башкортостане экс-главу кредитного потребительского кооператива приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество. Решение принял Стерлитамакский городской суд. 46-летняя Виктория Бутенко создала кооператив и возглавляла его с 2015 по 2016 год. За это время она заключила с 10 пайщиками договоры о вкладах, обещая прибыль от 26% до 36%. При этом предоставляла клиентам ложную информацию о финансово-хозяйственном положении кооператива и их доходах. Некоторым для видимости успешной работы выплачивала проценты. При этом в суде было доказано хищение у пайщиков 7 миллионов рублей. Виктория Бутенко вину не признала, ее взяли под стражу сразу после заседания. В Башкортостане предложили построить узкоколейку для туристического поезда. Он будет курсировать по видовым маршрутам. Инициативу выдвинули участники стратегической сессии проекта «Большой Урал», которая прошла в Уфе. На мероприятии обсуждали первый этап разработки туристической схемы макрорегионов, в которые войдут Башкортостан, Челябинская и Свердловская области и Пермский край. Это будет единое культурно-туристическое пространство, которое привлечет большее число туристов, считают в региональном Минтуризме. Проект планируют реализовать до 2030 года. Однако ряд экспертов относится к идее с долей скептицизма. Так, Ирина Гринберг отметила, что концепция, вероятно, продиктована желанием Минэкономразвития России работать с макрорегионами. И если когда этот проект дойдет до реализации и уже будет претендовать на какие-то субсидии, поддержки, то каким образом начнут регионы тянуть одеяло на себя, и выиграет ли в этой ситуации Башкирия, достаточно открытый вопрос. Тем не менее, так как у нас существует достаточно большой поток, мы с этими субъектами обмениваемся действительно большим туристическим потоком. У нас очень много объектов привлекательности туристической в приграничных зонах. То, что субъекты сели за один стол и обсуждают проблему туризма, развитие туризма, это безусловный плюс. Разработкой концепции проекта «Большой Урал» занимается дочка группы веб-компания «Про город» и консорциум под руководством компании «Стретеджи Партнерс». Проект представят правительству России в 2025 году. Схема предполагает новое зонирование макрорегиона, расширение транспортных связей четырех субъектов и новые объекты инфраструктуры. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин